Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы с вами продолжаем работу с конфигурацией DNS ERP. Мы с вами смотрим автоматизированное рабочее место состояния обеспечения заказов. В рамках данного автоматизированного рабочего места осуществляется работа с системой обеспечения потребностей. Крайне важная, крайне полезная. А чтобы подтвердить вам, что это так вот важно и полезно, скажу вот, что данное автоматизированное рабочее место доступно из раздела склада доставка. Из раздела закупки и из раздела производства. То есть подобных рам, которые доступны с трех разделов, практически вообще нет. Итак, что мы можем здесь указать? Мы можем указать три отбора. Да, действительно, это склад, это менеджер и номенклатура. У нас с вами все завершено, поэтому и планировать абсолютно нечего. Конечно, такие кнопки понажимать тоже, видите, не получится. Только вот есть этап производства, который в статусе формируется. Давайте посмотрим, что у нас есть. Доступно полное обеспечение, качество обозначения, обеспечение вообще недоступно, желаемая дата отгрузки. Вот, то есть у нас есть всего один активный этап производства. Что мы можем сделать? Давайте нажмем ускорить. Есть такая кнопочка. Мы не будем сами ничего нажимать пока, да? Система сама нам все сделает. Что такое значит у нас значок? Вот такой значок у нас означает, машинка, что обеспеченная дата совпадает с желанием. То есть наши желания совпадают с нашими возможностями по складу основной склад. Мы можем отсюда открыть заказ. Собственно, само производство. Как мы могли бы по-другому здесь отработать? Во-первых, у нас есть возможность настроить список. Например, в списке. И выбрать оба склада. И готовую продукцию. И основной склад. В рамках обоих этих складов у нас все обеспечено. Давайте с вами заказ на производство. Давайте создадим заказ клиента. У нас он, наверное, не включен. Давайте его включим. Поговорю с клиентами. Заказ клиентов. Для того, чтобы у нас обязательно включим, что заказ под заказ. Со складой под заказ. Идем в продаже. Нажимаем заказы клиентов. Клиента мы какого-нибудь с вами выберем. У нас с вами, к сожалению, в этой базе его даже нет. Давайте выберем розничного покупателя. Это не суть совершенно важна. Вот он пришел к нам и хочет купить у нас диваны. 100 штук. Статусе к выполнению. Во-первых, непонятно, с какого склада не забываем указать. Я считаю, что склада основной склад. И укажем сейчас. Поставим произвольное. Поставим цену 1000 рублей. Вот у нас с вами возникла потребность. Розничному покупателю нужно выгрузить... Почему серые? Потому что обеспечение недоступно. Вообще никакого обеспечения у нас нет. Можем сейчас с вами видите, включить отбор. никак это нам не поможет. Что зачем нам кнопочка такая волшебная сформировать? тоже пока не помогает, потому что оно нужно после того, как мы обновим состояние. Ну, не надо так. Пусть будет заказ на перемещение сначала. Опять же. Что нам... Как нам отсюда вот в такой ситуации можно выйти? К обеспечению нам надо его 02.04.2017 100 тысяч. Видим машинку, что это желаемая дата обгрузки. Обеспечить надо. У нас просто в статусе к заказе стоит к обеспечению. Идем в заказы клиентов. Создаем на основании. Сейчас вот какой момент. Что мы можем создать на основании? Мы можем создать на основании заказ поставщику. Можем создать заказ на производство. Заказа поставщику в списке нет по одной единственной причине. Он не включен. Давайте сейчас еще кое-что включим. Нет. Нам нужен склад и доставка. И нам нужны внутренние товары движения, перемещения, перемещения, заказы на перемещение. Смотрите, что сейчас изменится. Форма у нас не обновилась. Давайте зайдем в заказ. Мы можем создать заказ на перемещение. Мы можем создать заказ на производство. Мы можем создать заказ поставщику либо заказы поставщикам. Давайте создадим заказ на перемещение. Складом отправителя выступит склад готовой продукции. Нажмем провести. Ну понятно. То есть дата отгрузки у нас будет. Кстати, мы сейчас дату отгрузки поставим третью. Опять же, у нас никакого обеспечения в этом заказе на перемещение нет. Давайте сходим в обработку и посмотрим, что изменилось. Изменилось. Во-первых, у нас появился заказ на перемещение. Во-вторых, обратите, пожалуйста, внимание, доступно частичное обеспечение. Вот здесь нужно быть очень аккуратным и осторожным. Потому что у нас частичное обеспечение до 100. Мы нажимаем резервировать. Резерв в дате 0,3. То есть мы уже на самом деле проваливаем срок. потому что нам надо к второму, а мы зарезервировались только к третьему. Точно так же мы зарезервируем здесь одну единичку. Вопрос, почему только одну? Что значит эти знаки? Желаемая дата отгрузки вторая. на сегодняшний момент. Здесь у нас третья. У нас дело в том, что на складе готовой продукции из прошлых задач есть один диван. И по сути полное обеспечение. Вот он показывает сейчас здесь зеленым. Полное обеспечение на третье число. Мы можем умножать резервировать раньше. Что это изменило? говорим резерв к дате второе число 100. Однако такой момент. У нас ко второму числу есть всего один диван. на самом деле к обеспечению у нас 99. Взаимодействуя с данным автоматизированным рабочим местом нужно это тонко понимать. Потому что вот этих 100 у нас на самом деле нет. Хотя он показывает, что у нас из-под заказа на перемещение они якобы есть. А в реале их нет. Давайте сейчас зайдем в заказ клиента. Обеспечение. Давайте посмотрим состояние. Ну не проблема. Состояние обеспечения. Вот нас на самом деле резервировать дать. Вот мы поставили ко второму 100. он пишет, что у нас доступно полное обеспечение. Якобы смотря в тот заказ на перемещение. Сейчас у нас такой не отработан, потому что не обособленный. Вопрос заключается в другом. Мы можем очень сильно себя вести в заблуждение. И в рабочем процессе, посмотрев вот в эту обработку, я прям хочу на этом акцентировать внимание. Подумать, что у нас есть все 100 под заказ клиента. Однако надо не полагаться на 100% на эту обработку, а все равно сходить посмотреть и убедиться, что на самом-то деле у нас есть только один. То есть резерв это резерв, однако у нас висит к обеспечению 99. Нужно понимать иерархическую структуру обеспечения. Тот факт, что вы заказ клиента можете обеспечить из собственно обратите пожалуйста внимание заказ на перемещение который находится в статусе резервировать дате собственно одна единичка а 99 у нас на складе нет. системе кажется совершенно нормальной эту логику нужно понять и научиться ее использовать потому что если я сейчас давайте заказ на перемещение сейчас я создам заказ поставщиков я думаю понятно на какое количество на 99 это будет цена нам сейчас абсолютно не важна совершенно к сожалению статусы заказов у нас не включены поставщиков да это и не столь сейчас важно обратите внимание у нас появилась возможность зарезервировать 99 давайте сходим все-таки закупки документы закупок статусы вот где-то там в самом низу они были сейчас будет понятно почему я на этом акцентируюсь заказы поставщикам он пишет уже неправильно на самом деле подтвержден они закрыты подтвержден что он приедет он еще никуда ничего не приехал вот готов к подступлению поступления никакого нет возвращаемся переформировываем получаем волшебную историю что у нас сейчас прямо говорит давай зарезервируем зарезервируем а что мы зарезервировали у нас пока ничего нет хочется прямо акцентировать еще раз внимание что это механизм не фактического а состояние обеспечения видите резерв к дате резерв к дате давайте теперь мы на основании заказа поставщику сделаем поступление товаров и услуг диванчиков смотрите то есть схема у нас обновилась резерв к дате у нас теперь видите значок какой был то было желаемое да теперь желаемая дата совпадает с обеспеченной то есть теперь мы можем действительно их обеспечить и 99 и 1 потому что у нас прошло поступление давайте сейчас еще раз нам нужен документ поступления давайте я сейчас отменю его проведение видите да на складе серая то есть машинка обеспеченная дата совпадает с желаемой серая на складе резерв нету обеспечение на самом деле вот оно это то что лежит на складе а это все теория вот теперь я иду провожу поступление возвращаюсь в состояние обеспечения формирую видите зелененькое однако обратите внимание заказ клиента как был серенький так и есть теперь мы идем с вами в заказ на перемещение заполнить заполнить обеспечение ругается ругается давайте зайдем склада доставка заказы на перемещение заказы на перемещение создать на основании него перемещение ну потому что стоит статус резервирует дайте теперь можно отгрузить никаких проблем нет создаем это вот связано с сейчас покажу этот момент производство состояние обеспечения заказов закрыл я случайно обработку это вот тут в настройках перемещение обособленных если будете обособленные перемещать смотрите что у вас стоит либо перемещение либо заказы так мы создаем на основании него перемещение что такое вот недостаточно товара в наличии на складе готовая продукция а куда пришло у нас поступление товаров и услуг на склад готовой продукции 99 давайте сходим сейчас закупки заказы поставщикам я думаю все его можно закрыть заказ на самом деле он не закроется до конца потому что мы что с вами не сделали да товар то у нас поступило 99 штук хорошо красота можем закрыть возвращаемся в заказ на перемещение недостаточно товара на одну единичку а почему ведь если мы вернемся в состояние обеспечения заказов и даже прямо на всякий случай его переформируем выяснится что одна единичка у нас уже есть дело в том что мы ее ну да мы ее с вами зарезервировали вот такая у нас с вами произошла небольшая проблема давайте мы сейчас пойдем даже по-другому сделаем вид что мы ничего не понимаем получается у нас с вами призабавная ситуация у нас одна единичка отгрузить которую мы зарезервировали и одна единица к обеспечению заказе на перемещение почему потому что вот эта единица у нас здесь всю историю испортила а давайте сходим мы с вами в отчет по складу и посмотрим а сколько на самом деле у нас сейчас на складе да на складе на самом деле не важно у нас тут собственно в такой базе ничего особенного и нет у нас диванов приход 99 конечно остаток 99 на самом деле у нас было производство но оно насколько я помню и не доведено то ли дрель мы делали было у нас производство дивана еще даже током по нему ничего не применялось тогда возникает вопрос почему состояние обеспечения заказов увидела увидела диван если мы смотрим отчеты по складу прям прям по всем складам за все периоды и выясняется что все что у нас было с диванами это приход 99 штук но комплектующих дивана нам не в счет комплектующие дивана все рассмотрим заказы на производство никакого дивана нет вернее вот есть однако что же мы тогда с вами зарезервировали вот чтоб не попадать в такую историю давайте прям разберемся до конца вот у нас этап производства комплектующие расход давайте посмотрим связанные документы выходное изделие движение документов товары к отгрузке выпуск произошел он же не ругается правильно однако у нас с вами здесь у нас был выпуск очевидно всего что выпуск у нас был в один диван однако на складе нет этого движения почему-то вот почему потому что когда мы делали с вами в прошлый раз обратите пожалуйста внимание на вот эту ошибку мы с вами прошлый раз провели производство никаких сообщений от системы что мы не закончили собственно процесс производства мы не получили и мы прекрасно с вами зарезервировали этот диван в обработку в автоматизированном рабочем месте состоянии обеспечения никто нам ничего не сказал что мы не правы и вообще никаких возмущений от системы не было до какого момента до какого момента до того момента когда мы попытались его отгрузить вот в системе очень много таких вот проблем вылезает когда вы пытаетесь отгрузить закрыть месяц то есть совершить события факта давайте проведем закроем на самом деле это правильно а теперь давайте вернемся наш волшебный заказ на перемещение не нужно нам никакое конечно же к обеспечению абсолютно точно ну и 98 и 99 мы получили и кстати давайте заглянем в отчет я вас уверяю в состоянии обеспечения заказов мимо фиолетового на это все у него как было так и есть единственное видите и все зеленое и все нормально что было чтобы то есть что изменилось вот отчеты этот ведомость по товарам на складах его приходится строить очень часто потому что но тяжело на самом деле пользователям понять разницу между планом и фактом диван 100 давайте попросим вот так сделать регистратор вот оно какое дело поступление 99 и вот теперь у нас все движение продукции материалов теперь 100 и только теперь заказ на перемещение чего проведем так на его основании можно будет создать перемещение ну то что не двумя строчками это совершенно не страшно теперь давайте переформируем напоминаете серенькое здесь все это отработало заказ клиента стал обеспечен полностью на складе полное обеспечение вот собственно таким образом можно контролировать механизм обеспечения потребностей но только нужно понимать разницу между планом и фактом здесь очень много тонкостей пока спасибо за внимание до свидания